Приветствую всех любителей игры Escape from Tarkov. Ребята, как вы думаете, чему радуется этот великовозрастный мужчина? На самом деле, всё очень просто. Он радуется геймскому, проходящему в Кёльне на данный момент. Правда, Кила как-то всхуднул. Совсем Дамирку не кормят, походу. Ничего себе. Чё ты, Эчпачмаков нафигачился там? Блин, сказал бы. А вот так выглядит стенд на выставке. Ребята явно заморочились. Но, как по мне, масштаб чувствуется. И киберспортсменов каких-то собрали. Периодически БСГ и Никита Васильевич лично начали постить фоточки с презентации арены. Да, отсылок на Tarkov явно хватает, но речь всё-таки о новом проекте. Кстати, наш бессменный пиар-менеджер. Тот, что в чёрных очках. Диме Огородникову личный привет. Он постоянно не спит. И постоянно такой... Он что-нибудь там как-нибудь потупит, потупит, э? И такой... А я ему начинаю на него гнать. А он такой... Я не спал. Три часа спал. Это Дмитрий Огородников. Ну и, конечно же, лидер. Буянов Никита Васильевич. Как же сильно он изменился за последние годы. Видимо, дело в том, что он осуществил свою давнюю мечту. Я всю жизнь мечтал это сделать просто. Ну ладно. В 16-м году там же на выставке был презентован Тарков. Интересно, а что будет с Ареной через 7 лет? Параллельно этим событиям шла трансляция. БСГ что-то подобное уже устраивало, когда запускала стрим на сутки, а то и двое. В этот же раз нас порадовали атмосферным убежищем. Ребята очень постарались воспроизвести его в жизни. И даже актёров сериала Рейд пригласили. А теперь давай посмотрим, что же нам подготовил предзаказ Арены. Да и вообще о чём речь? По адресу arena.tarkov.com можно найти сайт предзаказа. Если ты авторизовываешься существующей учётной записи Таркова, то без проблем входишь. А если у тебя максимальное издание Таркова уже куплено, то видишь вот такое сообщение. С 24 августа предзаказ, ну или доступ к игре, в случае максимальных изданий уже имеется. Осталось дождаться запуска теста. Более того, мы получаем предзаказ рыжий эдишн, о котором чуть позже. О времени запуска тестирования сообщат отдельно. Что же, будем следить. Также можно заглянуть в страничку предзаказа и увидеть более развернутую информацию. К примеру, приписка рыжий эдишн не просто для красоты и отсылка к одноимённому мини-сериалу, но ещё и 10% к зарабатываемым деньгам. Также на сайте планируется поддержка ленты новостей, в которую почему-то не включили первый сезон рыжего. Главный вопрос. Что же такое арена? Это отдельный игровой проект сессионный многопользовательский шутер от первого лица для ПК. Со всеми известными и полюбившимися хардкорными игровыми механиками Escape from Tarkov. Игроки арены сталкиваются в гладиаторских боях на различных аренах, созданных организаторами боёв в различных частях города Тарков. На кону боёв стоят боевая слава, уважение и, конечно же, награды. За организацией боёв стоит таинственная группа мастеров арены. Во главе с ведущим в игре будут присутствовать различные PvP и PvE игровые режимы, разнообразие оружия и снаряжения в пресетах, рейтинги, а также уникальные возможности для обладателя основной игры Escape from Tarkov. И одна из главных – участвовать в боях арены своим основным персонажем. Бои арены делятся на два основных типа – рейтинговые и безранговые. Рейтинговый режим – это состязание мастерства за звание лучшего бойца арены. Матчи в рейтинговом режиме определяют ранг игрока, повышая или понижая его в зависимости от результатов матча, выбранного пресета и возможных дополнительных бонусов. Полученный рейтинг влияет на ранг персонажа и определяет, с кем он будет играть в новом матче и какие пресеты доступны для покупки. Для рейтингового режима доступны только самые сбалансированные режимы и локации. Чтобы максимально сравнять шансы на победу. А из раздела поддержка мы можем узнать чуть больше об арене в целом и режимах, запланированных в ней. Шутаут. Турнир по круговой системе. Каждая команда играет против каждой. Две команды, набравшие большее количество победных очков, встречаются в финале, где и выявляется победитель. Запланировано три варианта размера команд участников. От одного до трех. В зависимости от варианта размера команды, матчи могут длиться от одного до двух раундов. Финальная схватка всегда происходит в формате трех раундов до двух побед. Победу в раунде можно зарабатывать двумя способами. Полностью уничтожив команду противника. Или если в основное время раунда условия победы не выполнено, то в дополнительное время активируется точка, которую нужно удерживать определенное время. В случае, если не удается выявить участников финала по основным очкам. Из-за того, что у двух или более команд их одинаковое количество, финалисты определяются по дополнительным очкам, которые начисляются за зрелищность, серию убийств, первая кровь или сухая победа. Три у нас участвуют четыре команды по три человека, и каждая схватка команд состоит из двух раундов. В дуо шесть команд по два человека, каждая схватка состоит из одного раунда. А в шот-аут соло играется восемь команд по одному человеку. Каждая схватка состоит из одного раунда. Именно этот вариант могут переделать в будущем. Командные сражения. Тимфайт, если будет угодно. Командный матч в формате 5 на 5, в которых побеждает первая команда, набравшая пять побед в раундах. Победа в раунде достигается полным уничтожением команды противника в основное время. В противном случае активируются дополнительные условия победы. Включаются таймеры дополнительного времени и активируется зона захвата в центре локации, которую нужно удерживать определенное время. Первая команда, которая захватила точку или добила команду противника, побеждает в раунде. Если за дополнительное время победителя не было выявлено, то на арену выпускаются команды зачистки, которые будут уничтожать выживших бойцов до тех пор, пока одна из команд не будет уничтожена. А значит для победы нужно победить противника в бою, либо удержать зону захвата. В честь всех этих событий обновили мерч в магазине. При желании можешь обновить его с символикой арены. А также любопытно полистать основную ленту. Welcome to Arena, ребята. Испытай себя в гладиаторских боях на подпольных аренах Таркова, основанных таинственными мастерами во главе с организатором. Ставки сделаны. Играй в соревновательный PvP-PVE-шутер от первого лица с тактическими командными режимами. Ведь EFT Arena идеально сочетает хардкорные механики Escape from Tarkov и быстрый геймплей сессионных матчей. Ранг решает. Зарабатывай рейтинг в рейтинговых играх. И играй против равных соперников. Большой арсенал. Используй оружие, моды, медицину и другие предметы из Escape from Tarkov. Оформив предзаказ прямо сейчас, или купив Tarkov максимального издания, ты получаешь уникальный набор. Снаряжение главного героя сериала Хроник Рыжего. И, возможно, главная фишка. Две игры, один персонаж. Побеждай. И уровень умений, навыков и владения оружием твоего персонажа будут расти как в EFT Arena, так и в Escape from Tarkov. И наоборот. Игровые режимы в красках. Шутаут и Тимфайт мы разобрали. Но здесь дополнительно описаны Overrun и Last Hero. В первом нас ждут ПВЕ-миссии для пяти игроков, где цель команды зачистить локацию от волн противников, выполнить поставленную задачу и эвакуироваться в безопасное место. Во втором – Deathmatch. Между несколькими игроками, цель которого набрать наибольшее количество фрагов. За отведенное время, разумеется. Со старта нас ждут четыре локации. Старая частная лесопилка в пригороде Тарково. По слухам являлась резервным, замаскированным командным пунктом Terra Group Labs с автономной системой управления. B5 – полюбившаяся карта еще из первых интерпретаций Тарково. Его браузерной версии, если будет угодно. Бывший охраняемый склад грузов компании Terra Group Labs. Air Pit – зал терминала городского аэропорта, превращенный местными головорезами в арену для боев насмерть. Эвакуатор – кустарно спроектированная арена для галладиаторских боев в местном торговом центре. А также запланированы, но появятся позже, The Bowl, The Box и Resort. И как предупреждал разработчик, на протяжении последних двух недель состоялось повышение цен на предзаказы Тарково. Теперь они стартуют с 1800, раньше было 1600, до 5500 рублей для российского региона. Раньше было 5. Но лично меня заинтересовали вот эти циферки, дающие отчет до 31 декабря, самого конца 23 года. Как тебе кажется, о чем здесь речь? О релизе Тарково? Или может быть режима арена? Или прям как тут написано, поднимут на него цену еще больше? Короче, твои варианты обсудим в комментариях. Пойду почитаю, что вы думаете по этому поводу. Добрый день, господа, и добро пожаловать на арену, где каждый может заработать на жизнь или умереть. Сегодня тут кто-нибудь обязательно сдохнет. Пять, четыре, три, два, один. Поехали! Давайте, отдайте за руку. И у нас первая кровь, ребята. Усей, команда, пилосаде. Усей, команда, пилосаде. Тот самый день на стол. О-хо-хо-хо! Понят! Покажите! 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 Да! Что-то здесь может! Разведел кого! Поднимели, Синь! Продолжение следует... Покажите! Покажите!